Психологический ребенок То есть человеком, который пока еще психологически не созрел Можно быть и в 30, и в 40, и в 50 и так далее лет Да, совершенно верно Хотя у нас и считается, что ребенок это человек Который достигает 18-летнего возраста И далее уже наступает совершеннолетие И по идее он должен быть уже взрослым Но очень часто мы в своей жизни встречаемся с людьми Которым за 30, за 40, за 50 лет С людьми, у которых есть уже взрослые дети Даже есть свои внуки И при этом это люди, которые проявляют вот эту детскую позицию То есть являются психологическим ребенком В чем именно выражается эта детская позиция? Кто такой психологический ребенок? Психологический ребенок это человек, который Скажем так, несмотря на свой возраст Проявляет в своей жизни вот эту вот позицию ребенка То есть для него нет, например, среди взрослых авторитета Хотя у ребенка, если взять маленького ребенка У него всегда есть кто-то авторитет среди взрослых Психологическим ребенком является человек, у которого есть какая-то определенная несамостоятельность Нет самостоятельности в решениях Нет самостоятельности в мышлениях В проявлении своих чувств, эмоций Он не знает какие-то свои желания, чувства, эмоции Чего ему хочется, даже элементарных таких вещей Это человек, который не может принимать Ну, я уже сказала, да, самостоятельные решения То есть ему нужно отчет одобрения, да? Да, постоянно он нуждается в чем-то одобрении Чтобы в какой-то поддержке извне, да Ну, чтобы кто-то иногда даже, чтобы просто за него принимали решение А психологический ребенок может брать на себя ответственность? Нет, чаще всего такие люди не берут на себя ответственность Они от нее убегают, скажем так, да И когда это вот во взаимоотношениях То вся ответственность, все решения берет один человек В партнерских взаимоотношениях Так, не завидую тому партнеру второму Давайте с вами на практике рассмотрим Вот кратенько, чтобы было понятно Женскую модель поведения и мужскую Давайте начнем, например, с женщины Просто в отношениях, давайте таких партнерских Если женщина психологический ребенок Вот пока еще эмоционально не созрела Как она себя будет вести? Ну, это, знаете, такая позиция, когда я хочу Всегда вот, да, я чего-то хочу при этом Я хочу прямо сейчас Это человек, который может требовать какие-то такие моменты Что я хочу отпуск на Мальдивах Да, независимо от того, что есть у партнера Финансовые ресурсы, либо какие-то временные ресурсы Ну, вообще свободное время для того, чтобы устроить этот отпуск Да, человек, который постоянно требует к себе внимания Капризничает, да? Капризничает, да Он пытается привлечь постоянно к себе внимание Также это может проявляться в такой определенной позиции жертвы Когда человек постоянно на что-то жалуется Все не так, да, что-то его не устраивает Ну, при том, эта позиция может быть и у мужчин, и у женщин Что-то его не устраивает в своей жизни, да Он жалуется, то государство виноват, то партнер виноват Но при этом для решения, если есть какая-то конкретная проблема Он ничего не предпринимает Так, вот давайте, например, я женщина, психологический ребенок Я хочу на Мальдивы, мне все равно, как вообще мы заработаем на это деньги Вообще, скорее всего, я не собираюсь, да, зарабатывать на Мальдивы, правильно? Так, при этом я могу вести на отлично быт При этом могу ли я работать? Давайте вот эти два пункта тоже рассмотрим Ну, скажем так, что... Я бы не сказала, что прям, может быть, быт будет совершенно на отлично Я думаю, что часть каких-то серьезных проблем Они будут перекладываться на партнера Иногда бывают такие ситуации, когда вплоть до закупки продуктов Переходят на партнера Что, чтобы элементарно купить продукты Она не способна, то есть провести... Действительно не способна? Вот как это не способна? Вот мне непонятно, как не способна? Ну, это, скажем, когда совершенно такая позиция Когда, ну, совсем-совсем ребенок, да И она не может элементарно, может быть, какие-то вещи даже приготовить Ну, вот это что она говорит? Давайте про продукты Я не могу донести это тяжело или что? Вот, грубо говоря, какие причины, которые она звучит? Ну, элементарно может быть такое, что я не знаю, что готовить И не буду ничего готовить Да, я не знаю, что готовить Типа того, что ты мне не сказал, что ты хочешь Я не знаю, что я сама хочу Снятие себя ответственности Да, да И поэтому, получается, она вот на него переложила ответственность И человеку, ну, как бы... Человек голодный, злой И поэтому приходится решать эту проблему самому Так, хорошо Как психологический ребенок Это действительно мне стало интересно Женщина Грубо говоря, какие находятся на почту Для того, чтобы не покупать продукты? Вот как она говорит? Мне тяжело нести? Может и так сказать, что далеко, что тяжело Я не хочу ходить с этими сумками, да Вот я как бы для другого выросла совершенно Не чтобы с этими авоськами как бы бегать по магазинам, по рынкам Так, хорошо Хорошо, но вот если честно Все, что вы называете, отчасти, мне кажется, присуще все-таки многим женщинам Если их не называть психологическими детьми То вот какие такие прям вот черты Которые обязательно, обязательно будут в большинстве случаев Даже, может, в 100% случаев Отличать зрелую женщину психологически от незрелой Ну, смотрите, вообще, когда мы говорим о психологически зрелом человеке Да, вот даже не будем сейчас брать женщину или мужчину То здесь основной показатель — это то, что мы делаем ответственный и осознанный выбор Это позиция взрослого человека Когда мы говорим о психологическом ребенке, то здесь нет вот этого осознанного выбора Это постоянный человек, он даже и не знает, чего ему хочется, да, и поэтому он пытается, он ориентируется на мнение других людей Он очень зависим от мнения других людей Ведомый, правильно? Да, ведомый При этом он может проявлять, ну, как бы, себя пытается постоянно привлечь к себе внимание И в любой компании пытается, насколько можно, как бы, ярко как-то выглядеть Если говорить о психологически незрелом человеке, да, вот об этом ребенке, взрослом, как мы говорим, ребенке То это всегда проявляется в какой-то импульсивности при этом, да, вот нету границ Слишком эмоциональный, да, люди? Слишком эмоциональный человек не может управлять своими эмоциями Он не может устанавливать, скажем так, контакты с другими людьми И их выводить, скажем, на более высокий какой-то уровень Чаще всего такие люди являются зависимыми людьми И всегда ищут объект, который им даст вот ту любовь, которую они, скажем так, не получили в детстве Так, хорошо, ну давайте тогда все-таки разберем сугубо мужское поведение Если человек психологически еще не вырос Психологический ребенок может, мужчина имею в виду, может зарабатывать деньги, может быть успешным в этом плане? Ну смотрите, если вообще, когда мы говорим о психологическом ребенке То прежде всего нужно сказать, что это тот человек, который, ну у него была какая-то травма детства Психологическая травма, да? Например И здесь зависит, ну, привязанность, когда он был, может быть, недостаточно тепла от матери получал, да И вот здесь зависит именно от того возраста, в котором была получена травма Если мы говорим, что это тот момент, когда ребенок еще не говорил, да, то ему вот мы как раз-таки сталкиваемся Человеку сложно сказать это о своих чувствах, мыслях, вербализовать это сложно И, конечно, такой человек, он не до конца даже понимает, чем ему хочется заниматься, да? И ему сложно найти какую-то высокооплачиваемую работу Он может получить специальность, предположим, но она его не будет устраивать И поэтому вряд ли он будет зарабатывать деньги Если это уже подростковый или юношеский возраст, когда человек полностью с энтузиазмом туда погружается Да, вот, скажем так, получение какой-то профессии, чего-то интересного То в данном случае человек может зарабатывать деньги за счет своих знаний Так все-таки может зарабатывать деньги? Может, но я бы не сказала, что большие Большие деньги, хорошие, достаточные Вот, да, вот я про хорошие Может зарабатывать именно человек, который психологически взрослый Вот сейчас, чувствую, полетят в меня камни, но все-таки мужчины, которые лежат на диване Они психологические дети или нет? Или они вот могут быть зрелыми, взрослыми людьми и личностями состоявшимися? Ну, скажем так, что, наверное, в какой-то степени это тоже может быть проявление вот этой детской позиции Когда, например, двое супругов приходят домой, да, и женщина идет дальше, как говорится, на кухне готовить ужин Убирать, стирать и так далее Вторые по уставке При этом она, да, тоже как бы устала на работе Мужчина говорит, я устал И ложится либо перед телевизором, либо он уходит в компьютерные игры какие-то, да Тоже вот этот момент, конечно, это более детская позиция, потому что человек не учитывает то, что другой человек, скажем так, тоже может быть уставшим Да, так, ну и последний тогда вопрос, что же влияет на остановку вот этого психологического взросления? Ну, как мы говорили, это в первую очередь это воспитание, то, что заложено ребенком в детстве Все, что закладывается в ребенка до 5 лет, в последующем проявляется уже во взрослой жизни То есть именно воспитание, да, не какие-то травмы, а именно воспитание установки И травмы, и воспитание, да, потому что, ну, травма это то, что было, ну, неприемлемо, не в соответствии с его, скажем так, возрастом И, скажем, болевое какое-то, и может быть не прожитое И вот в качестве таких моментов, что способствует вот, ну, остановке взрослости Во-первых, это когда на ребенка навешивают ярлыки, когда ему говорят о том, что ты не способен, у тебя руки не с того места растут, у тебя руки крюки, да, ты не справишься и так далее И в последующем человек уже как бы не решается что-либо делать, не чувствуя себе этой силы Также это те ситуации, когда ребенка наказывали за, ну, там, что-то нечаянно разбил, да, действительно нечаянно, у него не было такой как бы цели И его очень сильно и строго родители наказывали Это тоже проявляется в том, что человек уже боится себя проявлять, проявлять какие-то свои чувства и эмоции Когда человеку внушают чувство вины, что ты виноват в том, что я не закончила вуз какой-то престижный, да, что там какая-то не очень хорошая у меня работа сейчас, да, что у нас не такие условия, там, ну, ты рано родился, мы не успели там заработать денег и так далее То есть во всем, во всем этом человека обвиняют, и он тоже принимает на себя это чувство вины и уже проявляет как бы в жизни такой себя вот как психологический ребенок Либо наоборот, когда человек сильно рано почувствовал вот этот груз ответственности То есть он, скажем так, становится слишком рано взрослым, когда на него перевешивают, скажем так, воспитание младших братьев или сестер То есть он внешне ведет себя как полноценный взрослый, да, но при этом модель поведения у него как у ребенка, правильно понимаю? Ну, здесь проявляется в том, что, смотрите, здесь два момента развития В одном случае это становятся люди, которые очень чувство ответственности и долга у них развито И такие люди потом мы встречаем часто эмоционально, профессионально выгорают Либо это человек, который в какой-то момент просто, как говорится, пускается во все тяжкие И вдруг он резко начинает вести себя, скажем так, как ребенок, да, какие-то неадекватные, скажем, его возрасту поведения Несоответствующие ему возрасту одежда какие-то, ну, такие моменты То есть женщины, которые в таком уже взрослом достаточно возрасте пытаются, ну, так сказать, молодиться, так выражаются в обществе Это тоже, грубо говоря, психологические дети, да, которые действительно, одежда которых действительно не соответствует их возрасту Не признание, да, это не признание своего возраста При этом я не хочу говорить, что это только у женщин, это проявляется и у мужчин Когда мужчины не готовы, скажем так, взрослеть, стареть, да, и принимать свой возраст Я еще молод Да, да Татьяна, ну, огромное спасибо, действительно, очень много полезной информации, главное, интересной Я надеюсь, что наши зрители также посчитают нашу беседу очень такой насыщенной Спасибо